Приветствуем вас на нашем канале. Здесь вы найдете самые полезные и интересные книги бесплатно. Подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить. А еще каждую неделю мы дарим нашим подписчикам ценные подарки. Подробности смотрите в описании к ролику. Приятного прослушивания. Часто, читая журналы или смотря телевизор, мы встречаем рассказы о том, как кто-то разбогател, кто-то узнавает такие истории и злится, кто-то думает, что это развод, и такого не бывает в реальной жизни. Придумали сказку про то, как можно стать богатым и счастливым, и рассказывают ее людям. Но есть и такие, кто думает, почему не я? Действительно, а почему бы и нет? Создавая эту книгу, мы хотели рассказать вам о том, как реально стать миллионером, что для этого нужно сделать и как сохранить заработанное. Посмотрите внимательно в зеркало, на вас смотрит потенциальный миллионер. И ваш путь к миллиону должен начаться с идеи и мечты. Глава первая. С чего начинается путь к миллиону? Современная история знает тысячи примеров людей, которые воплотили свою мечту в жизнь. Наверняка многим из вас знаком термин стартап. Многие современные акулы бизнеса считают его оскорбительным. Кто-то думает, что это что-то несерьезное. Вообще бытует заблуждение о том, что вообще такое стартап. Распространенное мнение о стартапе – это сайт в сети интернет, который продает какую-то уникальную услугу или товар с изюминкой, в общем. На самом деле, это не совсем так. Давайте вернемся немного в историю. Впервые термин стартап появился в 1939 году в Америке, штате Калифорния, в небольшом городке Санта-Клара, где было сосредоточено производство в сфере компьютерных технологий. Два студента, Дэвид Паккарт и Уильям Хьюлитт, открыли небольшую компанию и назвали свой проект «Стартап» – от английского «начало начинать» – компания с небольшими вложениями. Все, что могли вкладывать студенты – это свою стипендию. Денег на найм людей тоже не было. Всю работу по воплощению своей идеи в жизнь они выполняли самостоятельно. Теперь же они нам известны как основателя огромной и успешной компании Хьюлитт Паккарт или HP. Думается, что вряд ли есть человек, не знающий про оборудование этой марки. На сегодня техника марки HP известна не только в США, но и далеко за ее пределами. Двое студентов, имевших в запасе небольшую сумму денег и огромное желание работать и развиваться, прошли путь от маленького бизнеса до крупного предприятия, приносящего своим владельцам миллионы. У современного капитализма молодое лицо. Если бизнесмены прошлого века могли похвастаться заработанными миллионами после 35 лет, а чаще только после 40-ка, то миллионеры века 21-го едва преодолели 25-летний рубеж. Американцы в понятие стартап вкладывают намного больше, чем жители любой другой страны мира. Наверное, поэтому удачных примеров американских стартапов гораздо больше. Сутью хорошего стартапа будет две составляющие – это идея и команда. Мы продаем именно свою идею. Сначала она будет существовать только на бумаге, но потом ее реализация будет ключевой задачей вашего проекта. И именно для ее решения потребуется команда. Приводить истории успешных проектов можно очень много. Интернет пестрит рассказами о миллионах, заработанных разными людьми. В качестве примера очень удачного стартапа мы можем взять всемирно известный проект Стива Джобса. Компания Apple, занимающая лидирующее место на рынке мобильных девайсов, тоже стартап. А начинал Стив Джобс в небольшой мастерской, и для изготовления своей первой партии компьютеров он взял в кредит достаточно крупную сумму денег. Его команда, с которой он проработал долгое время, складывалось не сразу. Стив Джобс славился тем, что был генератором гениальных идей. Реальный факт из биографии его фирмы – тех, кто не верил в идеи Стива, он просто менял на других сотрудников. Однажды так была уволена целая смена работников. История Стива Джобса, главы крупной корпорации, рассказана сотни раз. Но при этом его воля и желание достичь конечной цели не перестают удивлять сотни людей по всему миру. Ведь даже после смерти Стива Джобса дело его живет. Таких примеров успешных стартапов сотни. Один из них – студия Уолт Дисней. Нет человека, который не знает или не смотрел фильмы и мультфильмы этого холдинга. Но мало кто в курсе, что студия Диснея, которая сейчас объединяет в себе несколько крупных киностудий со всемирно известными именами, Марвел, Пиксар, начиналась как стартап. Из-за недостатка идей Уолта уволили из газеты, в которой он работал. Владелец крупнейшего в будущем холдинга, который сейчас приносит миллионы, открыл его в собственном гараже. У него не было денег ни на аренду помещения, ни на широкий штат специалистов. А теперь еще две истории. Первая – об Энтони Робинсе. Многим это имя ни о чем не скажет. Энтони Робинс – это человек цели, умеющий достигать намеченного и рассказывать об этом другим. Да, кстати, не только рассказывать, но и учить. Энтони вырос в небогатой американской семье и прошел путь от простого сотрудника небольшого издательства до его руководителя. Он автор бестселлера «Книга о власти над собой». Он создал систему, благодаря которой вы можете добиться всего, о чем мечтаете, реализоваться в любой области. Личное обучение у Тони Робинса стоит 1 миллион долларов. Причем его прием расписан на два года вперед. В свое время у него прошли обучения Михаил Горбачев, Билл Клинтон, Принц Чарльз. Пример Тони Робинса – это пример человека, который удачно продал свою идею, заработав на стартапе крупную сумму денег. Сейчас Энтони Робинс входит в сотню самых влиятельных людей планеты по версии журнала Forbes. Вторая история – это история человека по имени Рэнджа Гейдж. В России он известен как автор книги «Почему вы глупы, больны и бедны». Несмотря на то, что книга издана в 2006 году, она считается одним из самых продаваемых в США изданий. Вся жизнь этого человека – это череда падений, после которых начался взлет. Рэнди Гейдж родился в городе Мадисон, штат Висконсин, в небогатой многодетной семье. За алкоголизм и употребление марихуаны его выгнали из школы, после чего он попал в тюрьму, где отбывал срок за кражу. В 16 лет после условно-досрочного освобождения он устроился в пиццерию посудомойщикам, где дослужился до управляющего. В 30 лет, казалось бы, на пике своей карьеры, когда он был совладельцем сети пиццерий, он вынужден был продать свою фирму за долги. Человек, оставшийся без работы, с крупной суммой кредитов, не впал в уныние, а попробовал начать все заново. Сейчас Рэнди Гейдж – мультимиллионер, автор многочисленных книг и методик по саморазвитию. Нынешний президент США Барак Обама в свое время оканчивал курсы Рэнди Гейджа. У многих из вас может возникнуть мысль. Опять Америка? Зачем неуспешные американцы? У них там все в шоколаде. Конечно, можно реализовать идеи хоть на миллиард. Другой уровень жизни, доходов и возможностей. Возможно, это и так. Но есть еще несколько человек здесь, в России, история которых достойна примера. Сергей Кузнецов и Егор Руди – студенты-выпускники МФТИ. Свой бизнес они решили открыть в 2006 году. Компания, которую они основали, называлась Eruditor Group. Их первый стартап назывался Ваш Репетитор. В Москве и Санкт-Петербурге это очень известный ресурс. Идея проекта была достаточно простой – объединить в общую базу всех репетиторов в этих городах. Ровно через год проект с минимальными вложениями и командой в семь человек стал известен по всей России. Сейчас Ваш репетитор имеет представительство в 11 крупных городах-миллионниках. А холдинг Eruditor Group имеет еще пять фирм, работающих в разных сферах деятельности. Представительство в СНГ и последние два года активно инвестируется из фондов Intel Capital. История студентов, которые на собственные средства сделали первый сайт и самостоятельно реализовали идею, до сих пор входит в топ-10 самых успешных стартапов нашей страны. Вот еще один удачный пример стартапа. Автором его является Георгий Микоберица. Компания GoBee HILBI создала и выпустила на российский рынок уникальный продукт – фитнес-браслет, который отслеживает ряд физиологических процессов в организме человека. Кроме этого, он считает полученные и использованные калории. Проект принес изобретателям более одного миллиона долларов. Кстати, этот российский стартап активно завоевывает рынок в США. Все эти люди внесли свою лепту в историю капитала и бизнеса. Они разбогатели на своих идеях. Примеров так много, что, пожалуй, все эти истории не поместятся в одну книгу. Главная мысль, которую мы хотим донести – у каждого есть шанс заработать денег, если есть желание и дело, которому вы хотите посвятить свою жизнь. Напоминаем вам, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые книги. Глава вторая. Что приведет вас к миллиону? Мало придумать идею, за которую заплатят миллион. Нужно уметь реализовать ее и сохранить в том виде, в котором она будет давать постоянный успешный результат. На тему навыков, которыми должен обладать потенциальный миллионер, написано бесчисленное множество книг. Каждый такой автор считает, что у миллионера должны быть ряд тех или иных качеств. Мы проанализировали большое количество литературы и выбрали те навыки, которые, на наш взгляд, являются самыми полезными и реально помогут заработать деньги. Множество крупных прибыльных проектов началось с мечты. Мечта сбудется только в том случае, если вы желаете этого очень сильно. Банальная фраза, но мысли действительно материальны. Итак, условие номер один. Это наличие мечты, любимого дела, хобби, увлечения. Многие из вас поспорят с нами. Есть один очень простой пример, который ярко показывает на практике, что может дать идея. Имя Чарльза Дэроу не на слуху. Это не очень популярный американский миллионер, если можно так сказать о миллионере. Но вот об игре «Монополия» многие из вас наверняка знают. Игра была создана в 1929 году. Кризис и безработица, которые последовали за Великой депрессией, оставили Чарльза Дэроу без работы. Его жена была беременна вторым ребенком, и чтобы хоть как-то прокормить семью, Чарльз соглашался на любую работу. Он чинил утюги, выгуливал собак, мыл пол в ближайшем кафе. Но, несмотря на все его старания, денег не хватало категорически. Вечерами, чтобы не впасть в депрессию, он развлекался тем, что рисовал на клеенке, которая лежала на кухонном столе, улица Атлантик-Сити, города, в котором он жил и который любил всей душой. Через некоторое время на клеенку был перенесен весь город. Там были фабрики, заводы, дорогие магазины. И чтобы отвлечься от грустных мыслей, Чарльз с супругой нарезали бумажных денег и покупали заводы, фабрики, магазины. Приобретение предметов роскоши в игре отвлекало их от их бедности. Друзья, которые приходили к ним в гости, увлеклись игрой и начали просить Чарльза сделать им экземпляр в подарок. Первые образцы игры были изготовлены просто так, в подарок, без оплаты. Потом, когда поток приятелей сяк, заказами стали обращаться приятели друзей, которые видели экземпляры монополии, или играли в нее. Тогда Чарльз задумался и назначил за один экземпляр сумму 4 доллара. Он продал 100 комплектов, когда понял, что он один не справляется с тем потоком заказов, которые есть сейчас. Это был тот момент, когда спрос превысил предложение. Задумавшись, что делать дальше, он решил, что сам не потянет продажу своего изобретения. И, составив обзор игры, решил продать ее в крупную по тем временам компанию Parker Brothers. Бизнесмены отказали Чарльзу в покупке игры, назвав ее в корне неверной экономической стратегией. Чарльз взял небольшую суду в банке, сделал 100 экземпляров своей игры, поехал в соседний город, где был крупный супермаркет, и сдал монополию на реализацию. Через 5 лет он и его семья были несметно богаты. И идея, которая была придумана просто для того, чтобы отвлечься от грустных мыслей, принесла не только доход, но и стала делом всей его жизни. Главное правило успеха – мечтайте, и ваши мечты исполнятся. Второй навык, который будет гарантом вашего успеха – умение двигаться в нужном направлении. Движение жизни, говорили древние, и это действительно так. Без четкого плана ваши мечты останутся только мечтами. Именно этот навык требуется в себе развить, чтобы чего-то добиться. Все начинается с планирования. Научитесь планировать свой рабочий день. Четкое расписание на день, неделю, месяц помогут вам целенаправленно двигаться к своей конечной цели. Здесь главное соблюдать несколько правил. Правило первое. У каждого пункта вашего плана должен быть временной интервал. Это поможет вам разделить цели на горящие, второстепенные, глобальные. Вы поймете, что нужно сделать, в какой промежуток времени. Задачи начнут выстраиваться в логические цепочки, и выполнение одной потянет за собой вторую, третью и так далее. Грамотное распределение вашего рабочего времени поможет вам быстрее и качественнее двигаться к достижению своей цели. Условие номер три – это любовь к себе. Вы продаете свой талант, свои мысли, свои идеи. Никто и никогда не будет понимать вас лучше вас самих. Чем полезна такая практика? Вы всегда несете полную ответственность за то, что вы делаете. Вы всегда сможете проанализировать результаты своей работы, понять, что именно вы сделали правильно, какие задачи нужно решить. Необходимо исключить из своего лексикона такие фразы, как «У меня не получилось, потому что…» «Я не успел это сделать, потому что…» «Никто не виноват в ваших проблемах, кроме вас самих». Самостоятельность и умение отвечать за свои поступки – это важный навык, которым должен обладать любой человек, который хочет начать получать прибыль, а не зарплату. Если вы любите себя и хотите добиться успеха, то эти навыки должны стать важной составляющей вашей жизни. Четвертое условие – заниматься только любимым делом. Да, конечно, мы можем привести примеры из мировой истории, когда люди делали что-то специальное из-за денег, и это приносило им прибыль и успех. Классический пример такого успеха – это Артур Конан Дойл. Он известен нам как автор романов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Серия детективов была написана только для того, чтобы заработать деньги. Дойл не продолжил серию о Шерлоке Холмсе только потому, что считал ее малоперспективной. Это не было делом всей его жизни. Эти романы хорошо печатали английские газеты, и от них шел стабильный и регулярный доход. Но этот пример скорее исключение, чем правило. Прежде чем выбрать себе дело, задумайтесь и задайте себе вопрос. Готовы ли вы заниматься этим делом, когда денег будет столько, что вам не нужно будет работать? Если у вас загораются глаза, когда вы рассказываете о своей идее, даже тогда, когда у вас на счету лежит миллион, значит, это дело принесет вам еще в два раза больше. Пятое условие и, пожалуй, самое эффективное. Будьте заняты. Вы должны уделять работе 60% своего времени. Тот, у кого есть идея, кто поставил себе четкую конечную цель и написал план достижения этой цели, обязательно добьется результата. Для примера мы хотим привести одну историю, которая знакома вам под телеэкраном. В 2006 году в кинотеатрах показывали фильм «В погоне за счастьем» с Уиллом Смитом в главной роли. Смит играл парня Криса Гарднера, который прошел путь от бездомного малоимущего продавца до крупного брокера и главы брокерской конторы. Герой Уилла Смита – молодой отец, оставшийся с сыном на руках, без крыши над головой. Крис имел четкую цель, которой стремился. Чтобы пройти собеседование и испытательный срок, он отказался от обеда и просчитал, сколько времени у него тратится на то, чтобы взять и положить трубку при обзвоне клиентов. Этот яркий пример человека, который много работал для себя и на себя. Шестой навык – это высокая степень образованности и желание поднять уровень своих знаний. Если вы хотите построить бизнес, открыть дело, которое будет приносить вам реальный доход, то все начинается именно с обучения. Да, в истории есть примеры людей, которые начинали свой бизнес, строя его на внутреннем чутье, интуиции и своей идее. Но даже такие люди, чтобы удержаться на плаву, впоследствии учились. Человеческий мозг, говорит Брайан Трейси, известный бизнес-тренер, это мышца, которая нуждается в постоянной тренировке. Сам Брайан регулярно проводит тренинги и семинары по эффективной самореализации. Что вам даст обучение? Вы сможете освоить новые ниши, найти свежие стратегии развития своего бизнеса. И, что самое главное, оно придаст веру в себя и твердое знание всех процессов. Нужно помнить, что знания, которые вы получаете, вы должны применять. Один святой отец отправился к больному человеку, который был при смерти и нуждался в исповеди. После того, как священник утешил семью, он обратил внимание на сундук в углу комнаты. «Что находится в этом сундуке?» спросил он. «Одежда, которую мой дядя никогда не носил», сказала его племянница. Он всегда думал, что нужен какой-нибудь особый повод, чтобы надеть эти вещи, в результате они гниют в сундуке. Помните о сундуке. Если в вашей голове есть сокровища, используйте их прямо сейчас, иначе они сгниют. Одним из самых полезных навыков, которыми должен обладать будущий миллионер – умение распределить приоритеты. Многие из вас зададутся вопросом, «Зачем мне это нужно?» Так какие же приоритеты нужно уметь расставлять? Самая тяжелая сделка человека – это сделка с самим собой. Если вы честны и искренне с окружающими, то ваши дела всегда будут идти в гору. Если люди доверяют вам, вашей репутации – это отразится на ваших делах. Для примера, истории жизни великого промышленника Америки Генри Форда. Однажды уже будучи миллиардером, Генри Форд приехал по делам в Англию. В справочном бюро аэропорта он поинтересовался самой дешевой гостиницей в городе. Служащий взглянул на него и сразу узнал, так как газеты всего мира часто писали о Форде. И вот он стоит здесь, в поношенном плаще, и спрашивает о самом дешевом отеле. Служащий неуверенно спросил. «Если я не ошибаюсь, вы мистер Генри Форд?» «Да», – ответил тот. Служащий удивился. «Я слежу за новостями и знаю, что ваш сын, приезжая куда-либо, всегда останавливается в лучших отелях и всегда великолепно одет. А вы спрашиваете про самую дешевую гостиницу и носите плащ, который, похоже, старше вас. Неужели вы, миллиардер, экономите деньги?» Генри Форд ответил. «Мне незачем останавливаться в дорогом отеле, потому что я не вижу смысла переплачивать за ненужные мне излишества. Где бы я ни остановился, я Генри Форд. И не вижу большой разницы в отелях, ведь и в самой дешевой гостинице можно отдохнуть не хуже, чем в самой дорогой. А это пальто, да вы правы, его носил еще мой отец, но это не имеет никакого значения, ведь и в этом пальто я все равно Генри Форд. Мой сын еще молод и неопытен, поэтому боится, что подумают люди, если он остановится в дешевом отеле. Я же не беспокоюсь о мнении окружающих обо мне, потому что знаю себе настоящую цену. А миллиардером я стал, потому что умею считать деньги и отличать настоящие ценности от фальшивых. Кем бы вы ни были, кем бы не хотели стать, создание репутации это мощный инструмент продвижения своего бизнеса. Приведем пример воздействия репутации на процесс продажи. Вы хотите приобрести товар в интернет-магазине, но случайно наткнулись на негативные отзывы о нем. Товар некачественный, сроки доставки сильно завышены, персонал грубый, и если у вас вдруг возникают проблемы, то менеджеры вам вряд ли помогут. Вы купите товар в таком магазине? Думаю, что нет. Это как в поговорке. То ли он украл, то ли у него украли, но была там какая-то неприятная история. Вы постараетесь уйти туда, где вас все будет устраивать, где вы будете доверять продавцу. Начиная свое дело, вы должны понимать, что репутация честного и ответственного человека принесет вам гораздо больше денег, чем дурная слава. Из истории про Генри Форда можно вынести еще один полезный навык будущего миллионера – умение считать деньги. Это важное качество, которым пренебрегают многие нынешние бизнесмены. Как понять, что вы много тратите? Первое, с чего стоит начать, это подсчитать ваши обязательные траты и посмотреть, на чем вы можете сэкономить. Выбирая продукты в магазине, мы часто делаем множество ненужных покупок и только дома задумываемся, зачем мы это приобрели. Это первый способ начать экономить деньги. Составляйте список необходимых покупок на месяц и регулярных трат, без которых вы не можете обойтись. Заведите себе тетрадь и записывайте все ваши покупки, даже если это коробок спичек. Можно просто вклеить в такую тетрадь чек из магазина, а в конце месяца посмотреть, на что в действительности идут ваши деньги. История Михаила Коршунова началась достаточно банально. Студент-программисты Санкт-Петербурга с вечной нехваткой денег учился на последнем курсе, подрабатывая созданием сайтов. Деньги у молодого парня таяли, как кусок сахара в горячем чае. Однажды Михаил решил записывать все свои траты. Он купил в ближайшем магазине тетрадь и вносил туда даже самые незначительные на его взгляд расходы. В конце месяца он решил посмотреть, на что ушли честно заработанные деньги и почему он опять брал в долг. Первое, на что он обратил внимание, это траты, которые совершал при помощи банковской карты. Пополнял баланс телефона, купил несколько вещей в интернет-магазине, оплатил игровую валюту. Траты такого рода мы никогда не считаем значительными. Купил приложение за 100 рублей на планшете. Разве 100 рублей деньги? Ну, взял макароны на 10 рублей дороже. Разве 10 рублей деньги? Когда мы платим карточкой, это несомненно удобно. Но мы не ощущаем, что мы тратим настоящие деньги. Желание экономить или даже банальные жадности такая трата у нас не вызывает. Помните поговорку, деньги сэкономленные приравниваются к заработанным? Представьте себе, что вы завели копилку и складываете в нее то, что сэкономили. Именно такой эксперимент в течение года проводил Михаил. Итог удивил и его, и всех его друзей. За год, экономя на мелочах, он заработал своих собственных денег 450 тысяч рублей. Это достаточно значительная сумма для студента, у которого деньги текли как вода сквозь пальцы. Итогом этого эксперимента стала программа, которая позволяет вам экономить деньги. Вы записываете в нее покупки с ценами на те или иные товары и услуги. А система считает, сколько денег вы могли бы сэкономить. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Человека делает его окружение. По этому поводу есть много теорий. Но мы согласны, что поднимая уровень образования, вы должны менять свой уровень общения. Мы перенимаем привычки и настрой тех людей, с которыми мы общаемся. Человеческая особенность такова, что мы мимикрируем под окружающую среду. Вращаясь среди миллионеров, вы начнете мыслить так же, как и они. Появятся цели, стимулы, сменятся приоритеты. Многие могут возразить, что найти миллионеров для общения не так-то просто. Эта проблема вполне решаема. Есть как минимум два способа, как можно начать менять круг своего общения. Сейчас эра молодого бизнеса. Регулярно проводятся бизнес-конференции, тренинги. Они могут быть как бесплатными, так и стоить денег. Если конференция платная, изучите информацию о том, кто там будет выступать. Посмотрите записи выступлений. Если вам все понравится, то смело платите за участие. В чем плюс живого участия? Во-первых, это общение с единомышленниками. Во-вторых, способы завести новые знакомства. В-третьих, реальная возможность освоить полезные навыки и приобрести новые знания. Есть два фактора, которые обязательно нужно учитывать, заводя контакты на таких встречах. Вы должны быть настроены позитивно и дружелюбно по отношению к окружающим. Вы должны быть искренне заинтересованы получить новую информацию или знакомство. Если возможности поучаствовать в живом мероприятии нет, то попробуйте посетить конференцию в сети интернет. Таких проводится сейчас великое множество. Вы сможете зарядиться правильным настроем, получить полезные навыки. И последний, заключительный навык, которым надо обладать или развить в себе – спортивная форма. Какое отношение имеют спортивные занятия к бизнесу? Вы знаете, самое что ни на есть прямое. Для начала у вас должны быть силы для того, чтобы вести дела, строить планы и твердо идти к намеченной цели. Но есть и другой аспект. Есть такое понятие, как зона комфорта. Большинство из нас живет в ней, мечтая о деньгах, карьере, семье. Мы выстроили схему, в которой все понятно, логично и просто. Выйти из зоны комфорта очень сложно. Многим практически не по силам. Но именно выход из нее и гарантирует вам движение вперед, развитие и достижение цели. Причем же тут спорт? Вы встаете утром. Только 80% из тех, кто читает или слушает эту книгу, делают по утрам утреннюю гимнастику. Зачем она нужна? Ваш организм находится в зоне комфорта. Он знает, что после утренней зарядки будут болеть мышцы. Вы убеждаете себя, что вполне можете обойтись без гимнастики. И даже те, кто делают гимнастику, регулярно ли увеличивают нагрузки? Скажем, когда привык организм к 10 приседаниям, вы делаете на 5 больше. Если ответ отрицательный, то, сознайтесь, вы тоже сидите в своей зоне комфорта. Также и с карьерой. Вы много лет работаете на одном месте, придумывая планы, как разбогатеть, но не делаете ничего. Потому что ваша зона комфорта состоит в том, чтобы сидеть и получать зарплату, а не прибыль. Спорт помогает понять вам, на каком уровне вы сейчас находитесь, и дает возможность начать движение вперед. Британские ученые провели уникальный эксперимент. Они набрали 10 человек и в течение года исследовали их. Суть экспериментов сводилась к тому, что все молодые люди по утрам начали делать зарядку, постепенно нагрузки увеличивались. После того, как эксперимент был закончен и результаты опубликованы, выяснилось, что за этот год, кроме спортивных достижений, в жизни каждого из этих людей произошли глобальные изменения. Парень по имени Брайан нашел себе девушку. У меня были проблемы с коммуникацией, я стеснялся подойти к девушке в кафе или на улице. После того, как я начал регулярно заниматься спортом, я похудел, сменил гардероб и пошел на курсы по ораторскому мастерству. Соня нашла хорошую работу и начала учить испанский язык. Я давно хотела начать, но у меня не хватало решимости, все время находились какие-то отговорки, что-то мешало. После того, как я приняла участие в эксперименте, что-то изменилось. Внести коррективы в свои жизненные планы мне не кажется теперь таким сложным. Всех этих людей объединяет то, что они вышли из зоны комфорта и начали двигаться вперед. Самое сложное – это сделать первый шаг. Но если ты его сделаешь, все обязательно получится. Глава третья. Инструменты современного миллионера. Как сохранить и приумножить деньги. Задумываясь о том, как начать развивать свой бизнес, вы не сможете упустить такой важный аспект, как инструменты для работы. У потенциального бизнесмена в арсенале должно быть их достаточно, чтобы держаться на плаву. Первый и самый важный инструмент – это люди, с которыми вы трудитесь. Когда вы работаете на себя, вы самый есть самый лучший сотрудник своего предприятия. Никто, кроме вас, не знает дело лучше. Ваши идеи всегда должны быть отличными, но помните, что умение делегировать задачи – это тоже важно. Вы – инициатор всех начинаний и пример для вашей команды. Для чего вам нужна команда? Вы не можете делать все и сразу. Каким-то навыкам придется учиться долго, что-то вы умеете сами. Но главный плюс вашей команды – это ваши единомышленники, люди, которые наравне с вами будут увлечены вашим проектом. При подборе персонала следует опираться на несколько факторов. Во-первых, решите, где и как будет работать ваш персонал. Уже есть множество примеров, когда крупные бизнесмены перевели своих сотрудников в режим удаленного сотрудничества и нисколько об этом не пожалели. Яркий тому пример – Игорь Полтавцев. Молодой выпускник популярного московского вуза, сейчас владелец крупного тренингового центра «Работа дома». У него нанимают персонал для удаленной работы более 75% молодых и перспективных компаний. Какая она – команда мечты для стартапа? Это люди, которые замотивированы на общую конечную цель. Они работают для достижения результата. Прибыль в данном случае второстепенна. Решать, какой будет ваша команда, только вам. Если вы хотите открыть предприятие с офисом, то приготовьтесь тратить деньги на его аренду, технику и зарплату тем, кто будет там сидеть. Такие сотрудники всегда будут у вас перед глазами. Удаленные работники часть своих проблем решили самостоятельно. Их не нужно обеспечивать технически. Они хорошо мотивированы на самостоятельную работу и будут более активно двигаться к конечной цели. В последнее время современный бизнес все чаще и чаще переносится в режим удаленного офиса. Есть два типа кадров, подбору которых нужно уделить особое внимание. Технический отдел. Именно на нем держится правильность, точность и своевременная работа вашего продукта. Именно техники берут на себя ответственность за то, как будет выглядеть продукт, его физическое воплощение. Второй тип кадров – это менеджеры продаж. На этом отделе лежат все возможные способы презентации, реализации и продвижения вашего продукта. Именно продажники могут сгладить недочеты техников и в выгодном свете представить преимущества нового продукта. Яркий пример качественной работы отдела продаж – это отдел продаж компании Apple. Почему они? Посмотрите, как сделана презентация любого нового продукта этой компании. Их ждут. Все ролики выполнены в высоком качестве. Каждый раз подача материала очень оригинальная. Презентация заточена на мелочи, на которые смотришь, открыв рот. У любого пользователя возникает желание обладать данным товаром. Кстати, пик продаж в интернет-магазинах приходится именно на показ презентации продукта. Уже потом люди возвращаются в привычный эмоциональный фон и думают, зачем я 10 минут смотрел, как создается кнопка в новом ноутбуке. Еще одно правило при подборе персонала – не раздувайте штат на старте. Несмотря ни на что, люди работают за зарплату, а большой коллектив ненужных сотрудников только увеличат ваши расходы. Следующий выбор, с которым вы непременно столкнетесь, это квалификация ваших работников. Нанимать только специалистов со стажем и опытом работы или отдать предпочтение молодым сотрудникам с горящими глазами. Опытные сотрудники будут стоить дороже. За качество и знания придется платить. Специалисты с опытом не всегда идут учиться, стараются применять шаблонные отработанные методики, которые вам и вашему бизнесу могут не подойти. Молодые специалисты смогут привнести в ваш проект что-то новое и будут смотреть свежим, незамыленным взглядом. Молодых придется учить, возможно, свои первые ошибки они совершат, работая именно на вас, и этот риск вам придется оплатить собственным временем и деньгами. Поставить точку в этом выборе можете только вы сами. И это будет только ваше решение. Второй опорой для вашего бизнеса должно стать планирование. Есть множество инструментов, которые помогут вам решить данную задачу. Для чего вообще нужен план? Помните анекдот? Русский народ не имеет плана действий. Он страшен своей импровизацией. Когда вы работаете на начальника, то все, что вы должны делать, за вас планирует кто-то другой. В крупных фирмах это целые отделы, которые занимаются постановкой задач для сотрудников и следят за их выполнением. Планирование задач это прямой путь к достижению целей. И только четкое понимание того, что вы хотите получить на выходе, поможет вам определить время, которое уйдет на задачу, а также узнать, насколько вы продвинулись в ее выполнении. Приведем простой пример. Вы работаете на себя, и ваша команда трудится вместе с вами. Ставит себе цели, расписывает, как эти цели будут достигаться. В конце недели и месяца сдает отчет о том, что из-за планированного было выполнено, что отложилось на месяц или два. Вы видите, что ваши люди действительно работают. Они планируют свое время и тратят его на то, чтобы превратить его в полезный продукт. На фоне сотрудников, которые работают, вы всегда сможете распознать тех, кто спустя рукава относится к своим обязанностям. Знаете, часто встречаются такие люди, у которых слов на трое суток дел на полчаса. Вы сможете отсеять такие кадры и свои команды. Третий столб, на котором будет держаться ваш бизнес, правильное распределение финансовых потоков. Откуда взять деньги на стартап? Как правильно распределить прибыль? Эти вопросы задают себе многие начинающие предприниматели. Итак, вопрос финансирования, пожалуй, самый животрепещущий и волнует всех, кто начинает свое дело. Отсутствие денег порой останавливает даже тех, кто полон решимости начать свое дело. Итак, первое, что нужно сделать, это просчитать все расходы. Стартап – это проект, который развивается за счет собственной прибыли. После того, как вы закончили просчеты, посмотрите, что из того, что вы рассчитали, вы можете сделать своими силами и качественно. Да, конечно, самостоятельное выполнение всех работ займет долгое время. Но на этапе, когда нет возможности вкладывать деньги, это самый эффективный вариант. Следующим вашим шагом будет подбор необходимого персонала, который вы наймете за процент от предстоящей прибыли. Многие молодые амбициозные специалисты пойдут к вам. На такие должности вы берете только самый необходимый персонал, потому что процент от прибыли – это достаточно большая оплата работы, особенно, если вы уверены в результате. Дальше ищите в сети интернет сайты, которые предлагают профинансировать тот или иной проект. Таких ресурсов много. Там необходимо пройти регистрацию и презентовать свой проект. Если он покажется инвесторам качественным и вы расскажете обо всех перспективах, то в итоге вы сможете получить дополнительное финансирование своего проекта. Еще один неплохой вариант получить субсидию на бизнес – это помощь от государства. Если вы никогда не регистрировались в качестве индивидуального предпринимателя, то составляйте грамотный бизнес-план и презентуйте его в центре занятости. Если ваш проект сочтут рентабельным, государство выделит вам деньги на развитие собственного бизнеса. грамотное ведение дел проекта позволит вам получить прибыль. Что стоит учитывать, просчитывая все расходы? Составляя смету, будьте честны перед собой. Смета должна содержать реальные цифры с небольшим запасом, если цены, которые вы брали при анализе, окажутся выше рыночных. Всю полученную прибыль вы делите на три части. 30% от каждой прибыли, даже если это 100 рублей, вы откладываете на рекламу и продвижение. В нормальных организациях с хорошим товарооборотом именно эта сумма всегда тратится на продвижение. Оставшиеся 70% вы делите на две равные части. Первая половина – это технические расходы, налоги, зарплата сотрудников. Оставшаяся сумма – это ваша прибыль. Следуя этим незамысловатым правилам, вы не только сможете заработать, но и приумножить свои капиталы. Глава четвертая – сферы деятельности, которые принесут миллионы. Несмотря на то, что капитал мы зарабатываем в 21 веке, идеи, на чем заработать, пришли к нам из века 20-го. Есть несколько крупных сфер, в которых современные рокфеллеры черпают свои капиталы. Первое, что мы рассмотрим, это предпринимательство в сфере профессиональных услуг. В этой нише больше всего востребованы учителя, репетиторство, няни, бухгалтерские услуги, подбор персонала, юридические услуги, нотариат. В данном случае вы, организовывая фирму, основываетесь на своих навыках и умениях. Это как театр одного актера. Вы сами продавец своих услуг и директор. Отдельной нишей стоят организации по оказанию услуг более крупного формата, как, например, обучающие детские центры, частные детские садики, логопедические группы. Это сложнее оформить в юридическом смысле, но, например, если вы откроете частный детский сад в небольшом городе, то окупаемость проекта будет в три раза быстрее и затраты на рекламу будут меньше. Следующий вид деятельности – это медицина и фармакология. Если вы обладаете достаточным уровнем образования, чтобы открыть свой медицинский кабинет, то он окупится, несмотря на затраты, примерно через год. По данным ВЦИОМ, рынок платных медицинских услуг вырастет в нашей стране на 15% в ближайшие 10 лет. В России большинство россиян в сфере малого бизнеса отдают свои предпочтения оптово-розничной торговле, автосервису, ремонту бытовых и других приборов, что составляет от 38 до 53% всего рынка малого бизнеса. Эти сферы наиболее популярны и здесь же очень высокая конкуренция. Мы не можем обойти вниманием тот аспект, что сейчас все больше и больше предпринимателей переносят свой бизнес в интернет. Первое, на что может быть спрос при удаленном сотрудничестве, это те же услуги. Если вы обладаете значительными знаниями и навыками, вы можете открыть свои курсы и обучать людей тому, что сами умеете делать очень хорошо. Есть несколько достаточно успешных примеров. Например, достаточно известная школа английского языка Михаила Шестого. Михаил известен как автор одной из методик по изучению иностранного языка. Он имеет несколько центров по обучению в Америке, России. Есть и школы поменьше. Например, школа английского языка Марины Русаковой. Марина репетитор 17-летним стажем, автор уникальной авторской методики. Ее проект «Стопроцентный стартап» начался в 2013 году. За это время доходы компании превысили сумму в 5 миллионов рублей. Или кондитер Евгения Федулова. Она начинала свой проект с небольших мастер-классов по изготовлению тортов. Сейчас ее пекарня и центр, где любой желающий может обучиться искусству печь торты, известен по всей России. Сфера услуг, несмотря на насыщенность рынка, остается самой востребованной в интернете. Рынок узконишевый, те, кто работает в нем, давно, конечно, заняли свои места, но вы, придумав что-то оригинальное, всегда сможете занять свое место. За последние 10 лет самые популярные интернет-проекты были реализованы именно в сфере продажи услуг. Это и самореализация, техники личностного роста, увеличение продаж, техническое обеспечение проектов, правильная организация, репетиторство и консалтинг. Услуги или посредническая деятельность позволят вам вести бизнес даже без вложений, что совсем неплохо для начинающих бизнесменов. В последние годы наибольшее распространение получили следующие виды деятельности. Первый. Разработка и продажа мобильных приложений. 21 век это век современных технологий прогресса. Сейчас управлять многомиллионные компании можно с пляжа какого-нибудь красивого курортного города с помощью обычного сотового телефона. Мобильные компании борются за качество сервиса и регулярно устраивают гонки вооружений. Каждый, кто является счастливым обладателем смартфона, часто ищет себе удобные приложения. Одно из самых популярных приложений это счетчик калорий. Сейчас таких программ вы можете найти очень много. Но первую такую программу создал студент Владимир для своей жены. Его супруга все время сидела на диете и высчитывала количество съеденных калорий. Чтобы облегчить ее труд, он разработал простейшую программу калькулятор, которая имела ряд функций. Их многие пользователи считают и по сей день очень полезными. Второй. Мобильные платежи. Эта ниша рынка более всего распространена по франшизе. По статистике в 2017 году рынок потребления новых средств сотовой связи увеличится еще на 40%. Все виды деятельности, связанные с обслуживанием сотовых телефонов, будут непременно прибыльными. Основную долю на этом рынке занимает оплата мобильных услуг. Рынок потенциально выгоден для вложений и открытия новых проектов. Сейчас компаний, осуществляющих мобильные платежи, существует очень много. Но буквально каких-то 10 лет назад компания Киви и два ее владельца решили привнести на рынок новую услугу – мобильные платежи. Тогда потребность в подобные услуги просто витала в воздухе. Основной особенностью этого популярного ныне стартапа была мобильность и наличие собственной сети терминалов по всей стране. Третий. Создание интернет-ресурсов. Достаточно занятая ниша в сети интернет, но поставщики качественных услуг по созданию сайтов, копирайтингу, переводам необходимы всегда. По данным ВЦИОМ, на 2014 год российские экономисты прогнозируют развитие этой сферы еще на 18% в ближайшие 5-7 лет. Четвертый. Наиболее перспективным видом бизнеса считается IT-бизнес. Этот бизнес растет впечатляющими темпами. Данные Всемирного Банка показывают, что общемировой рынок IT-технологий составляет порядка 3 триллионов долларов. На российскую долю приходится почти 2% от общемировых затрат. Многие эксперты высказывают мнение, что правильное вложение капитала в эту сферу позволит российским предпринимателям получать реальные доходы. Пятый. Отдельной нишей стоит игровая тематика. Придумывая оригинальные идеи в сфере компьютерных игр, можно неплохо заработать, как показывает статистика. В 2003 году трое студентов Хельсинского технологического университета Никлас Хэт, Ярна Веки Вяйнин и Кем Дикерт организовали небольшую фирму по созданию приложений для мобильных телефонов. Их первые опыты были не очень удачными. Пока в 2009 году на суд зрителей не было выпущено самое нелепое игровое приложение всех времен и народов. Никакой логической мысли и полезных навыков. Но сейчас, в 2015 году, мало кто не слышал про игру Злые птички или Angry Birds. Сегодня эта игра считается самым продаваемым приложением во всех мобильных устройствах мира. Она была скачана один миллиард раз. Еще один яркий пример, когда идея была реализована в миллиардный проект World of Tanks. Сейчас реклама этой стратегии распространена по всему интернету. По статистике, в России в нее играет каждый третий пользователь, увлеченный компьютерными играми. А начиналось все достаточно прозаично. В 1998 году компания студентов организовала компанию Wargaming.net. Первые проекты фирмы были не сильно распространены в интернете и не получили особой популярности. Первый масштабный проект, на который разработчикам отказались дать деньги российские инвесторы, был запущен в 2003 году. Руководители компании создали презентацию новой игры и добились, чтобы проект профинансировало максимальное количество инвесторов из СНГ. На текущий момент компания занимает второе место на рынке игровой индустрии. Свадебная тематика занимает третье по популярности место в малом бизнесе. Ежегодно в России открываются сотни брачных агентств, салонов свадебной атрибутики и бизнес-процессов, тесно связанных с темой свадьбы и ее организацией. Для примера можно рассказать историю Инны Фроловой. Сейчас это известный модельер в мире свадебной моды. Три года назад Инна очень мечтала дарить девушкам возможность устроить свадьбу своей мечты. В ее довольно скромном ателье в Подмосковье не было очереди из клиентов. Однако бизнес-вумен сделала практически невозможное. Ее желание устраивать чужие свадьбы было так велико, а возможности малы, что она решила написать книгу о том, как лучше устроить свадьбу и свадебный бизнес. Сначала на ее лекции ходили только ее подруги. Потом несколько слушательниц воодушевленных ее лекциями открыли свои свадебные салоны. Слава о необычном преподавателе стала распространяться. Сейчас Инна обладательница миллионов, автор очень успешного курса по обучению организации свадеб и владелица крупного ателье в Брюсселе. Хорошим направлением для бизнеса без особых капиталовложений могут быть вендинги. Многие из вас видели и пользовались кофейными аппаратами, стоящими в крупных супермаркетах или торговых центрах, пополняли баланс мобильного телефона через терминалы оплаты. Это новый вид бизнеса, отлично подходящий для молодого стартапа, без первоначальных взносов, открытия юридического лица и прочей мороки. Этот способ хорош для тех, кто не имеет больших стартовых капиталов и хочет начать свою дорогу к миллиону. Все зависит от того, какой проект вы хотите реализовать. На старте главное понимание трех вещей. Во-первых, ваша идея. Вы выбираете себе ту область, в которой сами будете профессионалом. Во-вторых, тщательный расчет проекта. Сюда будет входить финансовое планирование, распределение задач, деловое планирование, составление графиков работы и сроков исполнения задачи, вне зависимости от того, сами вы будете реализовывать свой проект или чужими руками. И в-третьих, самый важный фактор – действие. Пока вы не начнете действовать, у вас ничего не поменяется. Глава пятая. Хорошая идея. Что это? Приближаясь к завершению нашего рассказа о перспективном бизнесе и ваших возможностях, мы оставили нераскрытым один важный вопрос. Как все-таки понять, что ваша идея хороша и все, что вы задумали, будет работать? Есть сотни примеров, когда самые нелепые идеи приносили прибыль. Современная литература дает кучу советов о том, как понять, что идея перспективная и что с ней стоит работать. Этих советов настолько много, что мы решили отобрать для вас самые актуальные и, на наш взгляд, правильные. Надеемся, именно они помогут вам определиться. Работайте не ради денег, а ради морального удовлетворения. Если ваша основная цель выколачивание денег из проекта, то, скорее всего, у вас ничего не получится. Вы должны любить дело, которым собираетесь заниматься. И вашей конечной целью должна быть польза от вашего проекта, а не прибыль. Прибыль всегда должна быть вторична, в этом случае вы сможете раскрутить свою идею. Вы должны понимать, что работа на себя это риски, вы идете на них осознанно, и не всегда в вашей жизни будут белые полосы. Начинайте с малого. Не стоит планы. Возведение дома всегда начинают с макета. Не ставьте цели захватить мир своим изобретением. Помните, истории, которые мы рассказывали вам на протяжении всей книги, это стартапы, которые начинались как маленькие проекты без намека на грандиозность. Вспомните социальную сеть ВКонтакте. Павел Дуров не хотел гиперпопулярности своего ресурса. Начальная идея была только объединить студентов всех университетов в одном месте. А поисковая система Google, которая известна сейчас даже маленьким детям, изначально была создана для библиотеки Бостонского университета. Было написано несколько алгоритмов, которые упорядочили поиск книг. Стив Джобс, глава корпорации Apple, свои первые компьютеры собирал в собственном гараже и мечтал, что через несколько лет будет стоять во главе самой популярной технологической империи. Все эти люди ставили себе в задаче решение конкретных человеческих проблем, а не пытались спасти мир. Меньше слов, больше действий. Как говорит Сергей Брин, один из основателей Google, «Пока вы думаете, ваши конкуренты запускают голую идею». Вы обдумываете развитие, они создают бета-версию. Вы думаете о том, где взять деньги, они зарабатывают первые доллары. Вы думаете, решаете запускаться, а конкуренты уже имеют первый миллион. Вы думаете, они действуют. Легкость презентации вашей идеи будет ее существенным плюсом. Вам придется часто и много рассказывать о том, что вы хотите делать или уже начали. Это будут презентации потенциальным инвесторам, друзьям, коллегам, сотрудникам, которых вы наймете на работу. Суть вашего бизнеса должна легко укладываться в несколько предложений. Часто у ваших слушателей не будет много времени для вас и ваших идей. Вы должны лаконично и кратко уметь рассказать о самой сути. Может быть, от этого будет зависеть судьба вашего проекта. Презентация вашей идеи это один из самых важных моментов всего бизнес-процесса. Лучше всего, если вы будете рассказывать о своем бизнесе, и у вас будет законченный готовый проект. Лучше использовать видео, максимально по 2-3 минуты. Если вы решили остановиться на тексте, то тут важно помнить, что лучше картинки, наглядно показывающие процесс и конечный результат, чем большое количество слов. Самый удачный пример лаконичной презентации это Twitter. В 140 слов вы должны уместить емкую лаконичную мысль. Вы готовы уложить свою презентацию в несколько предложений? Попробуйте. Для начала вашего проекта вам не нужны миллионы. Стартап это бизнес-идея без вложений. Проект, который работая, окупает сам себя. Если для начала вам нужен миллион, отложите эту мысль в сторону. Скорее всего, ваша идея не так уже хороша. Помните, что вы пытаетесь не потратить деньги, а их заработать. Сначала вы должны осуществить все мелкие работы своими силами, а потом уже привлекать инвесторов, если таковые потребуются. Долгая подготовка. Да, старая русская пословица гласит «семь раз отмерь, один раз отрежь». Но не всегда это применимо к бизнесу. У хорошей бизнес-идеи должен быть короткий путь реализации. Это вполне логично. Короткий путь до финиша поможет вам сконцентрироваться на конечной цели. Во-вторых, большое количество дополнительных процессов увеличит траты и штат сотрудников. Изучайте спрос и потребности. Ваша задача – это чтобы ваш проект приносил пользу окружающим и был действительно интересен потребителю. Для этого нужно обязательно изучить аналогичные предложения на рынке, выявить их основные преимущества, посмотреть недостатки. Для этого не нужно быть маститым маркетологом, первоначальный анализ можно сделать самостоятельно. Во-первых, определитесь с регионом продвижения вашего продукта. Выбирать для старта лучше регион вашего проживания. Просмотрите в интернете, в СМИ примеры аналогичных предложений. Учитывайте все, что вам нравится или нет. Бизнес-процесс – это всегда мелочи. Обращайте на них внимание, делая анализ. Запишите все данные в таблицу, укажите в ней все, что посчитаете нужным. Вернитесь к ней через несколько дней. После монотонной работы глаза замыливаются, и вы можете упустить действительно важные мелочи. После того, как вы соберете все, что вас интересует, перед вами будет картина работы ваших конкурентов. Вы увидите фишки, которые они используют, и минусы, которые есть у них. Самый лучший совет – посмотрите, каких услуг или товаров мало в вашем регионе, на что всегда спрос выше, чем предложение. Так состоялся бизнес-старт довольно известных американских компаний. В 1977 году американец по имени Рой решил купить своей супруге в подарок красивое нижнее белье. Продавцы, имеющие дело исключительно с женской аудиторией, не смогли ничего продать Рою, и он ушел домой без покупок. Через некоторое время Рою пришла в голову мысль о том, что он не один, кто ничего не понимает в размерах, видах и качестве нижнего белья. Недолго думая, он открыл магазин женского белья для мужчин. Это смешно звучит, но именно из его торговых точек мужчины всегда уходили с покупками для своих вторых половинок. Сейчас бренд Victoria's Secret известен во всем мире. Он позиционирует себя так. Роскошь, доступная каждому. А имя Роя Верднера уже вписано в золотую книгу миллионеров. Знаете дело, которым хотите заниматься? Мы уже писали об этом, но стоит повториться. Если вы всю жизнь занимались тем, что чинили трубы, и делать его частью своей бизнес-идеи. Вы хороши в той области, которую изучили. При открытии своего дела, знание продукта, целевой аудитории и потребительского поведения будет большим плюсом для вашего бизнеса и сократит вам ряд расходов. Уникальность вашего продукта. Изучая рынок и конкурентов, посмотрите, чего они не предлагают. Не важно, что за вами потом будут повторять, главное, чтобы на текущий момент времени ваши конкуренты не предлагали аналогичное дешевле и качественнее, чем у вас. Выбирая нишу для бизнеса, важно найти уникальный продукт, который заинтересует широкую аудиторию. Кстати, бытует мнение, что узкую нишу занять проще, чем ту, где рынок предложений достаточно велик. Это мнение до сих пор вызывает споры у экономистов, но мы все-таки порекомендуем вам реализовывать идею в нише более широкой. Узкие товарные ниши поделены игроками, которые наверняка лучше вас знают рынок. Там, где предложений много, у вас всегда будет шанс получить своих клиентов, которые придут к вам из любопытства или для сравнения. «Посмотрел сам? Расскажи другу». Если ваша идея приобрела популярность в социальных сетях, можно считать, вы выиграли в лотерею. Социальное одобрение очень важно для любого начинающего бизнесмена. Помните, мнение людей – это важный фактор развития любого бизнеса. Мы рассказали о том, какие факторы помогут вам определить потенциал того, что вы придумали, но на одном из них хочется заострить ваше внимание. Это презентация бизнес-идеи. Нам хочется немного шире раскрыть этот вопрос. На первоначальном этапе вы можете сделать все самостоятельно с минимальными затратами и обойтись минимумом ресурсов. Но может настать момент, когда вашей компании потребуются денежные вливания со стороны. Любая презентация начинается с подготовки материала и правильного выбора инвестора. Вы должны тщательно взвесить то, о чем будете рассказывать инвесторам. Ваша презентация должна отвечать на три главных вопроса. Что приносит вам прибыль? Зачем нужен инвестор? Зачем инвестору нужны вы? Вы должны осознавать, что инвестор это не просто сейф с деньгами. Это человек или компания, которые имеют свои конкретные цели. Именно тут начинается этап правильного подбора инвесторов. Первый вид инвесторов это люди, которых интересуют небольшие краткосрочные инвестиции. Вас не будут мучить большим количеством вопросов. Но и вы должны понимать, крупные суммы денег вам не дадут. Такие люди чаще всего быстро оценивают суть идеи, вашу команду. Делают они это, основываясь на своей интуиции, нежели на ваших бизнес-планах. Нередки ситуации, когда такие инвесторы могут выступить консультантами вашего проекта или подкорректировать бизнес-идею. Обладая достаточным опытом, они могут привнести в проект достаточно много интересного и полезного для вас. Второй тип инвесторов это фирмы или люди, занимающиеся долгосрочными вложениями в проекты. Тут суммы начинаются от миллиона долларов. Чтобы получить подобного рода инвестиции, нужно тщательно подготовиться. Мало иметь идеи в чернильнице, нужно обладать тщательно просчитанным бизнес-планом, стратегией развития вашего предприятия как минимум лет на пять, а то и на десять вперед. У компаний, занимающихся крупными инвестициями, есть свои отработанные схемы проверки рентабельности ваших идей. Сроки таких проверок могут быть до нескольких месяцев. инвесторов это акулы бизнеса, скупающие готовые проекты. Если у вас есть готовый проект уровня Википедия или социальные сети одноклассники, к вам могут обратиться очень крупные компании с предложением покупки вашего бизнеса. Тут есть два варианта. Вас либо хотят убрать как конкурента, либо вы создали действительно что-то грандиозное. Подведем итог в процессе подбора инвестора. Выбирайте инвесторов правильно. Они так же, как и направления в бизнесе нишевые. Вы можете получить отказ, если хотите продвигать мобильное приложение, а обратились к инвестору, которому интересны банковские услуги. Обратите внимание на типаж инвестора. Если компания специализируется на краткосрочных инвестициях, то, скорее всего, инвестирование на долгий срок вам не получить. Будьте точны в цифрах. Перед тем, как презентовать проект, обязательно соберите данные. Например, вы можете организовать сбор предварительных заявок на продукт. Этим вы покажете наличие целевой аудитории. Обязательно указывайте точные суммы, которые вам нужны на каждом этапе. Недопустимо употреблять слова «около» или «примерно». Проводя презентацию, вы должны решить конкретную проблему. Это очень важный момент. Теперь немного о самой презентации. Для начала лучше подготовить небольшой промо-фрагмент, чтобы рассказать суть идеи и представить команду проекта. Помните историю про Твиттер? Вот именно на этом этапе вступает в силу пословица «краткость сестра таланта». Если вводный короткий фрагмент будет скучным, не раскроет все прелести и суть вашей идеи, можете считать, что ваша презентация провалилась. Каким должно быть промо? Выбирая между текстом и видео, выбирайте видео. По статистике 80% людей любят больше смотреть, чем читать. Не включайте в промо много громкой музыки и не пишите много текста. Если ваше промо понравится инвестору, вы сможете более детально рассказать о проекте. Структура презентации должна быть такой. Проблема, решение, бизнес-процесс, маркетинговый план и план-продаж, уровень конкуренции, ваша команда, план развития на год, два, три, в какой стадии проект сейчас, на что нужны деньги, ваши контакты. Презентация должна быть лаконичной, не пишите много слов и деталей. Прежде чем показать кому-то свою презентацию, перечитайте ее сами и вычеркните то, что считаете не особо важным. Старайтесь, чтобы на одном слайде было не более 25 слов. Вы должны быть хорошо подготовлены. Лучше всего, если вы заранее прочитаете текст презентации родным и друзьям. Пусть они зададут вам вопросы, которые возникают у них в процессе. По окончании презентации спросите, что понравилось, что нет. Купили бы они конечный продукт, почему? Никогда не перебивайте собеседника. Если в процессе появились вопросы, вы слушайте их до конца, даже если вы поняли суть вопроса, дайте полный и развернутый ответ. Ваш внешний вид должен быть опрятным. Перед началом презентации раздайте все материалы, которые считаете нужными. После окончания презентации оставьте свои контакты. Соблюдая эти простые правила, вы легко получите деньги на свой проект и сможете продвинуть его в интернете. Последний штрих – это продвижение вашего бизнес-проекта. Мы рассказали вам практически обо всем, что может помочь вам создать и презентовать проект. О том, как его продвигать, можно написать еще несколько книг. Но основные этапы, на которые стоит ориентироваться, мы осветим. Первое – партнерство. В сети всегда много проектов, которые уже имеют определенный рейтинг и репутацию. Это достаточно распространенная практика. Они рекламируют вас, вы выполняете определенные условия. Да, на начальной стадии вам могут многие отказать, но найдутся и те, кто согласится. Второе – реклама в блогах, тематических сообществах. Если ваш проект достаточно интересен, и вы умеете хорошо и вкусно рассказывать о нем, то пишите. Для начала можно использовать такой ресурс, как Хабрахабр, или попробуйте вести блог. Это не очень популярный, но достаточно эффективный способ продвижения. Вы также можете собрать тематические ресурсы средней популярности и стать их партнером. У блогов с невысоким рейтингом посещаемость все же есть, и при этом не слишком завышенные требования к партнерам. Стремитесь отыскать те ресурсы, которые интересны именно вашей целевой аудитории. Выбирая между крупным популярным сайтом и менее известным, отдайте предпочтение второму, если на нем только ваша целевая аудитория. Третье. Пишите пресс-релизы. Да, большинство СМИ печатают только проплаченные пресс-релизы, но есть пара небольших хитростей. Соберите список ресурсов, которые вас интересуют и вам подходят. Пишите пресс-релизы только по правилам. Это не продающий, а информационный текст. Это важно. Отправляйте пресс-релиз в понедельник утром. Редакторы именно в это время проверяют интересные материалы и отбирают материалы в номер. Не расстраивайтесь, если не увидели своего пресс-релиза напечатанным. Если материал небольшой, но интересный, его могут отложить для заполнения незанятого фрагмента в журнале, газете или на сайте. Четвертое. Участвуйте в конференциях, посвященных теме вашего бизнеса. Не стесняйтесь выступать, рассказывать о своем проекте. Делайте это и в интернете. В сети масса сайтов, где это можно реализовать. Стартап Point.ru, Напартнер.ru, Стартап Форум.ru. Эти сервисы созданы специально для общения молодых специалистов, обмена опытом, помощи. Не стесняйтесь спрашивать, и у вас все непременно получится. Резюмируя все вышенаписанное, можно закончить цитатой Джорджа Карлина. Настоящее хобби нашего поколения это нытье и тупая болтовня ни о чем. Неудачные отношения, проблемы с учебой, начальник-дурак. Это все полная фигня. Есть только один дурак, это ты, и ты сильно удивишься, если узнаешь, как много можно изменить, просто оторвав задницу от дивана. Звучит немного грубовато, но суть отражена верно. Мы часто встречаем маленьких людей, которые могут и будут делать великие свершения. Нет, это не громкая фраза, она совершенно без пафоса и задних мыслей. Часто, очень часто, не имея начального капитала, не будучи самыми красивыми и очень умными, обычные люди делают то, что под силу каждому из нас. Мы рассказали вам о множестве успешных предпринимателей, имевших сильную мотивацию. Многие люди с тяжелыми заболеваниями пишут книги, снимают фильмы, живут, радуя себя и окружающих. Каждому из нас встречался человек, который считает, что все плохо, плохо, плохо. Дескать, и президент сволочь, жена стерва, в стране кризис, все вокруг воры и взяточники, честно заработать в нашей стране нельзя. Вокруг виноваты все, кроме этого человека. Такая категория людей живет запасом отговорок и причин, почему в их жизни все не так. Мозг такого человека, как поле, заросшее сорняками, он живет в придуманном им мире стереотипов и всегда будет считать всех вокруг виноватыми в своих проблемах. Здесь есть два варианта развития событий. Первый, когда вы оставляете свои убеждения так, как есть, и не верите в то, что можно заработать, придумав что-то полезное и сделать это без стартового капитала. Нытье и перекладывание своих проблем на чужие плечи – это пустая трата вашего времени. Посмотрите внимательно в зеркало. Если вы сейчас начнете менять свою жизнь в другую сторону, то на вас точно смотрит будущий миллионер. Никогда не откладывайте на завтра то, что можно сделать сейчас, сегодня, немедленно. Соответственно, это и есть второй вариант развития событий. Если вы хотите стать миллионером, то все в ваших руках. Придумайте то, что сможет изменить жизнь окружающих вас людей в лучшую сторону. Развивайтесь, сейчас масса способов получить знания бесплатно. Читайте интересные книги, общайтесь с людьми, которые мыслят позитивно, которые чего-то добились. Заряжайтесь от них их замыслами, идеями, да просто хорошим настроением. Помните про поле сорняками? Люди, которые считают, что они жертвы обстоятельств, и у них не получилось, потому, что виноват начальник, сосед, страна, скоро и вас заразят таким же мышлением. Сорняки это опасно. Они имеют свойство быстро расползаться по территории. Обязательно держите себя в хорошей физической форме. Тогда у вас будут силы и на новую жизнь, и на идеи. Многие часто думают, почему я живу не той жизнью, которую хочу прожить? Не путешествую, провожу мало времени с близкими мне людьми. Может быть, пришло время начать меняться? Дорогой слушатель, надеюсь, вам понравилась книга. Напишите в комментариях, какие еще книги вы хотели бы услышать. Поделитесь с друзьями и родными, и, конечно же, подпишитесь на наш канал, если еще не сделали этого, чтобы не пропустить новинки. Желаем вам всего наилучшего и надеемся, что наши книги изменят вашу жизнь в лучшую сторону. Продолжение следует...